здравствуйте уважаемые зрители хотел бы с вами поделиться некоторыми мушками которые с успехом я не знаю что это относится к разряду тенкара мушки для этой рыбалки я их использовал более пяти лет просто как предповерхностные эмиджеры натолкнули меня на эти действия поведения рыб когда одуванчик отцветает и начинают падать семена его в воду то рыба с большущим интересом обкусывает сами семена форма этой мушки приблизительно должна выглядеть вот как вы видите так напоминает личинку и в то же время спокойно держаться в предповерхностной пленке это эмиджер перо можно использовать как для сухих так и для мокрых мушек лучше конечно использовать перо предпочтительнее хорошее для сухих мушек но если вы делаете средние мушку которая начнет немножечко погружаться которая тоже результативны в поклевках кстати отвлекусь и скажу что довольно таки уловистая мушка по уклейке густере красноперки по верховке практически по любой рыбе которая в данный момент питается в предповерхностной или поверхностной пленочки вот такая она наша тэнкара может она быть и вот такой вариант это уже у меня очень долго в работе вот такая мушечка очень уловистая отличие составляет только лишь наличие вот такого красного стеклянного шарик он может быть желтый красный зеленый любой который бы провоцировал это больше подходит мокрой мушке ну давайте попробуем связать такую мушку я подготовил вот такой формы крючок это крючок 16 его номера на него я одел стеклянную бусинку для лучшей привлекательности цвет ее может быть любой начиная от желтого красного зеленого синего нитку беру достаточно крепкую но в то же время тонкую где-то порядка 10 0 крепим возле колечко там где будет крепиться наше перо промотали остатки отрезали опушку можно делать как изготавливать ее и мокрой так и сухой ну вот я очень часто использовал перо цесарки для таких целей но в данный момент давайте мы с вами будем изготавливать из пера с вот такого гризли для сухих мушек прихватили кончик нашего пера немножко придется побыть левшой прихватили и теперь в сторону загиба от места крепления пера мы начинаем делать обмотку поправляя наши бородки так как у нас мушка в данный момент будет больше сухая чем мокрая я делаю 2 3 4 витка сколько мне необходимо для моей пышности прихватили нашу перу остатки отрезали теперь опять мы немножечко станем левшой слегка убираем вот так перья и проматываем теперь окончательно наше перо прихватили как видите у нас опушечка получилась хорошая аккуратно промотали дальше наше перо и примерили наш шарик достаточно симпатично смотрится теперь мы здесь для опушки грудки с вами закрепим перо павлина совсем пару оборотов больше не надо для того чтобы скрыть место крепления нашего ёршика и грудки подхватили и здесь же буквально не армируя ничего потому что у нас достаточно здесь место крепкое достаточно остатки отрезали на место посадки шарика слегка капельку наносим клея можно лака нитку я не отрезаю заново под просто перекидываю потом через шарик подвели его на место поджали ноготочком вот приблизительно вот так оно у нас выглядит шарик заводим вернее нитку заводим за шарик и и теперь проматываем наше цевьё по которому мы будем делать тело крепим люрекс которым потом будем сииментировать наше тело для большей привлекательности подтянули и буквально до почти самого окончания заеба доводим нить я переворачиваю для удобства нанесения даббинга тиски промазываю клеем и его использую вместо ваксы неоднократно я уже вам рассказывал нанесли клей беру даббинг суперфайн возьму оливкового цвета так как более уловистые мушки можно серого можно использовать желтый цвет и наношу наш даббинг нанесли стараемся его нанести ровным слоем для чего чтобы не было у нас потом некрасивых бугорков подвели и начинаем проводить намотку в начале тело потоньше из потом начинаем утолщать делать более толще наше тело как у настоящего насекомого если вы видите что до формирования нужного тела можно добавить и немножко другого оттенка даббинга сделать здесь немножечко темнее чтобы был даббинг но я здесь попробую сейчас добавить наоборот светлее добавлю немножечко песочного желтого цвета даббинг который будет доходить до нашего шарика и наматываем дошли мы до нашего шарика тело наше получилось вот такой формы теперь берем нашим люрексом начинаем делать ровненькую красивую обмотку по спирали это дополнительно даст привлекательность нашей мушки как я уже говорил повторю вся без исключения рыбы нельзя как-либо здесь классифицировать что больше уклейка или больше густера или больше плотва или же допустим густера откликается практически любая рыба на нашу приманочку довери до нашего шарика делаем пару закрепляющих оборотов и остатки отрезаем в качестве завершающего узла я нанесу на ниточку немножко клея супер или его для того чтобы много здесь не проматывать и не испортить нашу грудочку подвели провели и делаем завершающий узел вот пожалуйста наша мушка попробую вам немножко приблизить вот наша мушка она готова к использованию пожалуйста жду ваших советов комментариев спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!